МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Урал-1 городские новости. Меня зовут Инна Мельникова. Здравствуйте. Сегодня выпуски смотрите. В Челябинске открылась первая поликлиника для пациентов с подозрением на ковид-19. Она разместилась на базе грязелечебницы ОКБ номер 1. Повысить ответственность чиновников на местах. В Госдуме готовят изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродящих собак. Ежи, напоминающие противотанковые, исчезли с перекрестка на северо-западе Челябинска. Почему жители вновь недовольны? Вспомнить будильники из далекого детства еще глубже погрузиться в прошлое. В историческом музее открылась выставка часов. В Челябинске открылась первая поликлиника для пациентов с подозрением на ковид-19. Она разместилась на базе грязелечебницы ОКБ номер 1. Все подробности в нашем сюжете. Ковидную поликлинику развернули на первом этаже грязелечебницы, расположенной по адресу Воровского, 9А. В каждом из восьми кабинетов будут принимать пациентов, прикрепленных к конкретному району города. В день до 300 человек. Если наплыв будет высоким, задействуют и второй этаж здания. Тогда пропускная способность увеличится до 700 челябинцев. В тестовом режиме мы открылись в понедельник. В первый день у нас пришло 22 человека. И вчера у нас во второй день пришел сюда, обратился 81 человек. Из них 18 мы вчера выявили положительных. И в понедельник 5 человек положительных. Заболеваемость, вы все видите, что она растет. Мы постепенно уже приближаемся к тысяче больных, которые, я думаю, мы буквально достигнем на этой неделе. Ковидом не болели, привилися. Привился и все. В июле. В июле. Гамковид 2? Компонентная была? Двухомпонентная. Сюда может прийти любой, кто заподозрил у себя ковид-19, либо контактировал с заболевшим. А еще те, кто, как Михаил Журавлев, сомневается в ранее поставленном диагнозе. Недавно пришел положительный тест. Я симптомов у себя никаких не наблюдаю. Тем более, я недавно переболел сентябрь, октябрь. Я с тестом не согласен. Поэтому я позвонил в свою поликлинику по месту жительства. Они меня направили сюда, пройти повторный тест. Чтобы попасть на прием, необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Тесты на коронавирус делают оперативно ежедневно с 9 утра до 6 вечера. А кроме того, выписывают лекарства, если ковид подтвердился, и открывают больничные листы. Данные о заболевших передаются по месту прикрепления для дальнейшего наблюдения. Единственное, что мы можем еще добавить, то, что я говорила, что здесь имеется кабинет неотложной помощи. И в случае необходимости, если пациента будут показания для направления на компьютерную томографию, бригада скорой помощи приедет и отсюда доставит его на ближайший компьютерный томограф. В это время пациент будет ожидать в кабинете неотложной помощи под присмотром медицинских работников. Там имеется в том числе кислородный концентратор. Сейчас первоочередная задача – разгрузить амбулаторное звено и создать удобство для пациентов. А помогут в этом именно такие узкоспециализированные центры. Подобные в скором времени откроют на территории ГКБ номер 2 и в Чурилово. Две поликлиники также появятся в Магнитогорске. Инна Левошина, Урал-1. Ничего лишнего, только главные новости дня одной строкой прямо сейчас. Сотрудников Челябинской мэрии попросили на выход. Сегодня утром полиция подняла работников городской администрации с места и рекомендовала выйти на улицу. В здании на площади Революции 2 работали сотрудники правопорядка, а также кинологи с собаками. Через 30 минут всем разрешили вернуться в здание. Накануне по Южноуральской столице прокатилось две волны эвакуации школьников. После обследования учреждений сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились. В Челябинске открылась первая ковидная поликлиника. Она расположилась на базе грязелечебницы ГКБ номер 1 Новоровского 9А. Здесь можно сдать экспресс-тест на ковид, а также получить консультацию специалистов, лекарства или оформить больничный. Это первый опыт для Челябинской области. При необходимости учреждение будет работать в круглосуточном режиме. Челябинским сотрудникам ППС выпишут премии. Решение о назначении дополнительных нижеквартальных выплат озвучил губернатор Алексей Текслер. Он поддержал предложение нового начальника регионального главка Михаила Соколова. Сейчас разрабатывается нормативно-правовая база для того, чтобы деньги дошли до адресатов. Из Челябинска можно будет улететь в Нижний Новгород и Воронеж. Кроме того, увеличено число прямых авиарейсов в Анапу и Астрахань. Отправиться в Нижний Новгород можно будет уже 2 марта. Цена за билет стартует с 3900 рублей в одну сторону с ручной кладью. А уже 4 марта регулярные рейсы отправятся в Воронеж. С апреля возобновятся перелеты в Астрахань, с июня в Анапу. В Челябинске пока не планируют вводить дистант. Такую информацию озвучил глава региона. Несмотря на то, что число заболевших детей растет, а количество классов, закрытых на карантин, увеличивается, уводить учебу в онлайн власти не намерены. Вчера в регион поступила первая партия вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. 2400 доз спутника М отгрузили на государственный аптечный склад. В Челябинске увеличилось число пожаров в квартирах. Специалисты просят горожан быть внимательными и аккуратными в обращении с огнем. От этого зависят не только сохранность имущества, но и человеческие жизни. О правилах поведения при возникнувшем пожаре с этого дня в нашем эфире будут информировать специальные ролики. В Госдуме готовят изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Разработкой предложений займется рабочая группа во главе с депутатом от Челябинской области Владимиром Бурматовым, первым зампредом Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В течение февраля регионы зоозащитники и контрольно-надзорные органы совместно проанализируют правоприменительную практику и выработают предложения по изменению законодательства. Речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи беспризорным собакам и кошкам и создание приютов. Наша рабочая группа в настоящее время занимается анализом порядка 30 тысяч обращений, которые поступают к нам в основном через интернет, через социальные сети, через нашу приемную, от регионов, от экспертов, от ученых, от зоозащитников, от общественников, от волонтеров. Со всей страны вал очень большой. Для обработки группировки этих данных по основным направлениям используются специальные возможности, подчеркнул Владимир Бурматов. Учитывая большой массив обращений, планируется, что на завершение этой работы уйдет около недели. После чего все предложения проанализируются экспертами, научным сообществом и представителями регионов, которые испытывают проблемы в сфере безнадзорных животных. Наша задача заключается в том, чтобы сделать это максимально эффективным, чтобы обращение с животными было строго в рамках закона, чтобы были защищены наши граждане, чтобы поддерживались волонтерские приюты, была введена дополнительная ответственность для чиновников, которые саботируют закон, и не повторялись трагические истории с гибелью людей, как это мы наблюдали в Якутии, или как это мы видели буквально недавно, к сожалению, в Забайкале. Тем временем в администрации Челябинска определили, кто займется отловом бездомных животных. На 2022 год контракт заключили с ООРМКОМ. Заявки уже принимают в рабочие дни с 9 утра и до 5 вечера по телефону и адресу электронной почты, которую сейчас вы видите на экране. Также информацию о безнадзорном животном можно направить в управление экологией. Содержанием собак и кошек в приютах займется наш дом. Ежи, напоминающие противотанковые, исчезли с перекрестка на северо-западе Челябинска. Управляющая компания убрала их после нелестных обсуждений в соцсетях. Но сейчас жители вновь недовольны. Машины разворачиваются прямо на пешеходном переходе. Противотанковые ежи установили на перекрестке улицы Университетская набережная и 40 лет победы два дня назад. Они сразу же вызвали негодование некоторых горожан. В соцсетях появились нелестные отзывы об уродующих город-конструкциях. Исполнительный директор группы компании «Домоуправ» Владислав Барышников объяснил, почему пришлось прибегнуть к таким методам. После установки тросов жители обращались в пабликах и в город, и к нам, что автомобилисты на пешеходном переходе, который находится сзади меня, принудительно переезжают в поле того, что не уступают самим пешеходам. То есть такая ситуация. Были установлены столбики, опять же, по просьбам жителей. Столбики наши водители танков сбили. После этого повторные обращения от жителей. Ну и появились, появились опять же, вот эти противопехотные танковые ежи. Задумку управляющей компании не оценили. Поэтому неприглядного вида конструкции сразу же убрали. Сейчас автовладельцы вновь используют пешеходный переход для разворота, создавая опасные ситуации для горожан. Те, в свою очередь, опять начали жаловаться. Да, при мне же было, что машина разворачивалась. Я думаю, лучше поставить их обратно. Потому что сейчас-то я, когда в школу утром иду, вижу, что машины здесь ездят. Возвращать на место ежи управляющая компания не стала. Вместо этого подготовила обращение в городскую администрацию со своими предложениями. Руководство надеется, что представители дорожного хозяйства рассмотрят все варианты и выберут наиболее устраивающие челябинцев. Наталья Кудряшова, Андрей Личков, Урал-1. Без комментариев и лишних подробностей информационная картина дня одной строкой продолжит выпуск. На северо-западе Челябинска построят две новые дороги. В планах властей продлить Комсомольский проспект и соединить его с улицей Академика Макеева. Аукцион по выбору подрядчика объявят уже этой весной. Строительство части Комсомольского проспекта обойдется бюджету примерно 169 миллионов рублей. На участок улицы Академика Макеева заложено порядка 127 миллионов рублей. В Челябинске приняли дизайн-код наружного освещения. Об этом сообщило Управление по архитектурно-градостроительному проектированию города. Теперь, прежде чем размещать освещение на объектах, необходимо разработать эскизный проект и согласовать его со специалистами. Рекомендации и список норм, на которые необходима операция, опубликованы на сайте глав архитектуры. В Челябинске разработают программу по противодействию интернет-мошенникам. Только за минувший год их жертвами стали около 18 тысяч ужноуральцев. Злоумышленники лишили жителей региона более 1 миллиарда рублей. И это сведение только по оконченным уголовным делам. При этом возмущено лишь 2,4% от общей суммы потери. По словам руководителя регионального главка Михаила Соколова, необходимо задействовать все силы, чтобы достучаться до каждого человека и объяснить, что он может стать жертвой преступников. К профилактической работе в рамках программы планирует привлечь не только полицию, но и органы власти. Инициативу поддержал губернатор Алексей Текслер. Возле дворца спорта «Юность», где раньше был автовокзал, появится амфитеатр. Аукцион на его установку объявили на сайте госзакупок. Конкурс назначен на 2 февраля. Начальная цена контракта – почти 4 миллиона рублей. За эти деньги подрядчику необходимо будет доставить и смонтировать сборную трибуну из железобетона с сидениями из хвойных пород древесины. В Историческом музее Южного Урала открылась выставка часов. Челябинцы смогут вспомнить хронометры из далекого детства, а также познакомиться с необычными экспонатами дореволюционных времен. Таким экспонатом похвастается не каждый музей. Этих часов не более ста во всем мире. И одни из таких представлены на этой выставке. Это карманные часы производства Николая Михайловича Бронникова. Уникальность их в том, что это полностью ручная работа. То есть вообще-то мы знаем, что часы изготавливают на заводах. Это довольно сложное производство, сложные механизмы. А здесь полностью все детали выточены из дерева, чего обычно не бывает. Поклонником этих хронометров был император Александр II. С его легкой руки они получили всемирную известность. В Историческом музее Южного Урала часы появились еще в 1924 году и стали практически одним из первых ценных экспонатов. Куплены были Челябинским обкомом, а впоследствии подарены фонду. А вот эти не менее интересные предметы передал музей Челябинский завод «Молния». Он появился в 1947 году и начинал он с производства танковых часов. Вот здесь мы с вами видим образцы продукции, танковые, бронетехники, часы авиационные. И интересно, что первые часы именно гражданского назначения, настольные, были с танковым механизмом. Кроме этого, Челябинский часовой завод выпускал и автомобильные часы. Вот здесь мы их видим. Но не просто автомобильные часы, а те, которые устанавливались на машинах, участвовавших в параде на Красной площади. Именно по ним отмерялось точное время движения автотранспорта. Часы из Каслинского литья в советское время считались одним из самых дорогих подарков и вручались по особо торжественным случаям. Это такой бренд нашей Челябинской области. Если вы просмотритесь, мы видим логотип, молния на часах и известные работы скульпторов Каслинского завода. Также очень интересные часы. Это тоже литье. Обратите внимание, это часы электрические, 30-е годы. То есть это механизм, не механические, они подключались просто к контактной сети. Интересно, что время представляет сейчас 2022 год, а это 30-е, почти 90 лет назад, электрические часы. А еще настенные часы с кукушкой, громкие будильники из детства, с которыми невозможно было проспать, и внушительная коллекция знаменитых заводов СССР. Полет, слава, луч, заря. Всего представлено более 150 экспонатов. Посетителям будет интересно окунуться в мир механизмов и погрузиться во времена своего прошлого. Наталья Кудряшова, Виктор Щелков, Урал-1. Десятый юбилейный сезон телепроекта «Хочу быть моделью» продолжается. Вооружившись новыми знаниями о классическом модельном шаге и грамотных позировках, наши участницы отправляются на свою первую примерку в модное пространство эйфория, которое недавно отпраздновало новоселье. Более 20 лет мы делали женщин нашего города красивыми под брендом эйфория. И в прошлом году мы сделали ребрейдинг, и теперь наши салоны называются «ФР». И «ФР» – это не только магазин женской одежды, а в частности на Лесопарковой – это модное пространство, где мы не только подбираем образы и не только действуем как магазин модной одежды, а мы сейчас оппозиционируем себя как модное пространство, где проводятся мастер-классы, вебинары, где проводятся дефиле. Мы делаем очень классные вечеринки, где каждая женщина, каждый наш гость может себя почувствовать моделью. И это здорово, потому что это дарит эмоции, это дарит какой-то заряд энергии. И участвуя в проекте «Хочу быть моделью», мы, конечно, получаем огромное удовольствие от того, что мы экспериментируем с женщинами, может быть, для которых наш стиль немножко необычен, и нам интересно подбирать для них образы, в первую очередь думая о том, чтобы они были не похожими на себя. Я настолько в таком, ну, скажем так, ну, просто в эйфории такой, я прям балдею от этого всего, что происходит со мной. Почему? Потому что, ну, я очень этого хотела. Сегодня свободный стиль, рубашечное платье, очень хорошо, олигантно смотрится, подойдет на любую фигуру, на любой образ. Здесь очень шикарный магазин, офигенная одежда, подойдет на любое мероприятие, на любой праздник. Стилисты модного пространства подобрали для каждой девушки по нескольку ярких образов. Мне все интересно, потому что я хочу себя узнать другой. Я знаю себя такой, какая я есть, я хочу себя узнать совсем с другой стороны. Настроение праздничное, потому что то, что предлагает этот магазин модный, в Тикой Корее, заряжает праздничным настроением, заряжает энергией, ну, и хочется чувствовать себя, конечно, на все столы. Мне нравится такой образ, да, в таком цвете, в желтом. Я еще не выходила, так сказать, в цвет. Я вообще вот в этот костюм просто влюбилась. У меня несколько образов мерили, но этот вообще, и как-то сразу хочется так. Окрыляющее чувство новизны помогает расправить плечи и добавляет взгляду игривости. Этот образ подобрали стилисты магазина «Эйфория». Учли практически все тенденции, тренды этого сезона. Легко, хорошо ощущаю себя просто богиней. Мне очень нравится атмосфера проекта, девочке проекта нравится. Вообще все, что делает имидж Куб Светлана, мне очень нравится. Оксана – впечатляющий пример того, что будущая мама может быть стильной и элегантной. Малыш у меня уже не первый, поэтому для меня выбор одежды – это естественная вещь. Сегодня мне здесь помогли. Мне очень понравилось то, что это все и элегантно смотрится, и красиво. Челябинских одиннадцатиклассников приглашают сдать нормы ГТО. С этого года получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗ могут обладатели не только золотого знака, а еще серебряного и бронзового. Почему именно сейчас специалисты советуют сдать нормативы, и существует ли экспресс-метод? Об этом и не только прямо сейчас. И сегодня у нас в гостях руководитель регионального оператора комплекса ГТО Александр Беленков. Александр, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время, заглянули к нам. Правильно ли я понимаю, как раз сейчас то самое время, когда ученики выпускных классов могут с легкостью, непринужденно получить знак отличия ГТО? Да, все правильно. Дело все в том, что информационно-аналитическая система ГТО работает таким образом, что знаки присваиваются по результатам, скажем так, выполнения за квартал. И если абитуриенты прямо сейчас захотят получить заветный знак, то им нужно сделать пять простых шагов. Я о них скажу чуть позже. Прийти в центр тестирования, выполнить нормы ГТО, и по окончанию первого квартала, это будет январь, февраль, март, получается, где-то в апреле, получится приказ, в котором у них будет знак отличия. Следующий отчетный период, апрель, май, июнь, это уже июль. И я, насколько понимаю, что в июле уже начинают работать приемные компании, здесь, что называется, на тоненького. Тут нужно успеть попасть в приказ, нужно успеть подать его в приемную компанию. Приемная компания в рамках ВУЗа должна все это передать в приемную комиссию, несколько определенных управленческих действий, а вдруг где-то сбой. Опасно. Опасно. То есть здесь, что называется, вот, знаете, как, все очень на тоненьком. Поэтому… Экспресс-метода нет, чтобы создать нормы ГТО? Экспресс-метода не существует. Вы можете выполнить за один день все восемь норм, вы можете выполнять за восемь дней по одной норме, но система в любом случае ваши результаты будет анализировать в течение квартала. И знак вам будет присвоен только по окончании квартала. Ну, для того, чтобы получить знак отличия, стать его обладателем, нужно сделать пять простых шагов. Самый простой, это и первый, зарегистрироваться на сайте gto.ru. Регистрация займет буквально три минуты. Нужно быть готовым указать свою электронную почту, кроме всех данных, и загрузить фотографию. Второй шаг. Получаете абитуриенты по месту учебы справку о том, что они могут выполнять нормы ГТО, а у них нет никаких медицинских противопоказаний. Это второй шаг. Третий шаг записывается на выполнение тестирования в один из центров. У нас в Челябинской области 54 центра, в Челябинске этих центров 9, поэтому каждый может найти себе достаточно в небольшом удалении от дома этот центр и позвонить по телефону, вся информация есть в интернете или на сайте gto.ru, и записаться на тестирование. Центр тестирования в процессе разговоров предложит время, испытуемый выберет оптимальное для себя. И, значит, вот это третий шаг. Четвертый шаг – нужно выполнить нормы ГТО. Как я говорил, можно выполнить все за один день, но такие случаи бывают, но достаточно редко. Можно выполнять в течение квартала. Как я говорил, система полученные результаты анализирует и по итогам первого квартала золотые знаки присваиваются приказам министра спорта Российской Федерации, серебряные и бронзовые по приказам регионального министра спорта. И, получается, в апреле получаете приказ, к приемной кампании приходит в область знак отличия, вы формируете это вместе с пакетом документов, необходимых для поступления, и относите его в приемную комиссию. Сейчас, в соответствии с рекомендательным письмом Министерства образования Российской Федерации, все знаки отличия без исключения дают дополнительные баллы. Сейчас принято решение, что это будут баллы и за золотой, и за серебряный, и за бронзовый знаки отличия. И их количество определяется решением вуза. Те самые простые пять шагов, которые вы перечислили, я думаю, они всем понятны, но наибольшую тревогу, наверное, вызывает четвертый шаг, как раз-таки непосредственно сдача норм ГТО. Нам кажется, что это сложно физически. Вот нужна ли какая-то специальная подготовка, или все это посильно? Ну, я, честно говоря, для школьников, для школьников, подчеркну, для выпускников, никаких сложностей не вижу, потому что все они, как правило, не только посещают занятия по физической культуре, но и ходят в различные дополнительные секции. Я сейчас говорю о тех школьниках, у которых нет медицинских противопоказаний. И каких-то сложностей я, например, не вижу. И самое интересное, что школьникам в рамках норм ГТО есть тоже право определенного выбора. Есть четыре основных нормы, которые не обсуждаются. Это длинный бег, короткий бег, это упражнение на гибкость, упражнение на, скажем так, силу. Все остальные нормы – это дисциплины по выбору. Кто-то может выбрать плавание, кто-то может выбрать туристический поход, кто-то может вызвать стрельбу, кто-то может выбрать кросс. Поэтому здесь каждый выбирает для себя. Самое главное, что нужно ничего не бояться, верить в себя. Если что-то не получается, можно попробовать еще раз. Ну и, наверное, понимать, что вот у нас в области, я за четвертый квартал цифр пока нету, но по итогам третьего квартала было 185 тысяч значкистов. И мне кажется, каждый из абитуриентов, который сегодня примет решение выполнить нормы ГТО, должен задать себе вопрос, ну неужели он хуже, чем вот остальные 185 тысяч человек? Если мы берем всю страну, то у нас их несколько миллионов, значкистов по всей стране, поэтому я не думаю, что это какая-то очень сложная и нерешаемая задача. Спасибо вам большое. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был руководитель регионального оператора комплекса ГТО Александр Беленков. А у меня на это все. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей. Одежда ведущих предоставлена сетью магазинов «Зарина». Зарина